Всем привет, это Блицушки с мастерами. В данном случае с Грязмейстерами, у нас уже довольно плохая позиция, по-моему. Ты как думаешь? Я думаю, что мы в порядке. Пытаюсь я найти какую-то хотя бы контрревью, но не окна мне. Играем с Грязмейстером из Германии. Да, Хертнек, довольно известный Грязмейстер. Сейчас, правда, далеко не на пике формы, но тем не менее. Так, ну, у Белых лишняя пешка. Нет, пешк-пором. Все плохо, но еще не настолько. Да, напоминаю вам, что мы хотим С5, вы С4? Да, не знаю, С4, D6. Ну, пожалуйста, не шуми. Нет, он будет шуметь, Хрил. Судьба. Нет, ну вот ты же сейчас не слышишь, что он сумеет? Или слышишь? Слышь, слышь. С4 стоит играть? Да, конечно, заткнуть этого слона. Все, ты будешь виноват. Прошу Ход Слоп. Мы его не заткнули. Мы его разоткнули скорее. Он призвей просто. Блин, и Б3 не пойдешь, он просто достанет на Б1. Вот теперь он шумит. Я чувствую, что нас хотят мотовать. Ничего, живем. Это приятно. Комментарий, по-моему, просто супер. Ты как думаешь? Типичный, обучающий комментарий. Так, тебе как сместил. Так, стоп, может... А, мы же не можем... Надо конем взять. Конем надо взять. Мы угрожаем на Ф4. Не хочу. Угрожать на Ф4. Угроза сомнительная. Все, сейчас наш парень встанет на Б7 и будет убийца. Давай встанем. Под темп. Или Д5 будет? Д5 такой, очень оборудово-острый ход. В смысле, у него тоже могут быть проблемы. Если только мы вообще сразу пешку не заберем. За счет этой... О, Никит, это твой друг, что ли? Он меняться хочет? Да, но, знаешь, обычно гроссмейстеры, особенно немецкие гроссмейстеры, в возрасте довольно неплохо ориентируются в Эншпель. Ты знаешь? Ну, все равно, да. Я обязан меняться. Это же я, в конце концов. Ну, ты обязан рубить флаг. Это же ты, в конце концов. Так, ну что, призадумывался? Не хочется бить, да? Ну, ладно. Пойду. Батрый стоп, бить. Знаешь, иногда мне кажется, что мой компьютер начинает шуметь тогда, когда ты делаешь то, что мне не нравится. Например, меняешь фигуры. Почему-то он начал очень быстро играть, и уже отставание по времени сократилось основательно. Все время там считаешь. Смотри на позицию, Кирилл. Позиция, все неплохо. Нет, ну у нас, конечно, куча слабостей. Все нормально у нас со слабостями. Где у нас слабостей? Ну, в общем, тогда нажму мат недавно. И ничего не съели сразу. У нас всегда будет какая-то контрага с C3, если он совсем наслаждает и зажимает. Стоп, а тактика не проходит? Нет, не проходит. Я хотел побить на... на Е2. Е2, C3, там... Сдвоем. Сдвоимся, да? Стоп, ну это же побить можно. Можно два раза. Вот так вот, да? Ну, и еще так. И у нас отличная пешка. Ну... Ну, стоп, сейчас, сейчас, аладежина на Е2 влезет. Надо проверять, мне кажется, что сейчас поменяется, D5, D5. А, ну, Слон B5. Слон B5 без пешки. Или держится там. Слон B5 без пешки. Так, подожди, мы там поймаем проходную. Поймаем. Везьяны. И все, теперь нужно подкатить на А4. На А4 быстрее пешку поставить. Он все равно заблокирует по белым полям там все. Вот, надо... Тут надо лизернуть. А, мы пешку хотим на А3 поставить, да? Так мы... Я даже не знаю пока, о чем мы хотим, собственно. Ну, должно быть как-то выиграно с лишней пешкой все-таки. Но не очевидно, потому что он очень хорошо под черным видишься, блокирует по этим полям. Так, ну меняться же никто не будет здесь. Да, но теперь им надо как-то королевский фланг продавливать. Это наш единственный шанс на победу. Может быть, не такой плохой шанс. Пешку, пешку на А5. А, не даю пешку на А5. А тогда мы не выиграем сразу здесь. То есть, он не даст шаг, но тогда мы выиграем. Наверное. Вы выиграли? Ну да. А, стоп, ну все, прошла же. Прошла. Да. Да, всем спасибо за внимание. Всем спасибо.